Привет! У микрофона GL, а значит пришло время истории индустрии игр. Этот сюжет идет в рамках истории Electronic Arts, и я продолжу рассказ о Bullfrog Productions, о ее росте, развитии, роли в составе EA и, разумеется, играх. Для тех, кто пропустил первую часть, есть ссылка в описании. Остальных прошу проследовать дальше в дебри истории. Итак, заставка, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok У коллег из Maxis идею градостроительства, студия начала подготавливать ZEM Park к релизу. И это действительно у них вышло. Игроки получили по-настоящему правдоподобный стимулятор не только строительства парка развлечений, но и тщательного менеджмента. Для того, чтобы парк постоянно приносил доход, нужно следить за поставками, заказывать продовольствие для закусочных, расставлять уборщиков, а также смотреть, чтобы всем хватало зарплаты. На выбор есть большое количество разнообразных аттракционов, которые можно реально встретить. Кроме этого, с помощью большого выбора декоративных и специальных объектов нужно создать максимальный уют и функциональность для парка, дабы посетителей приходило еще больше. Вдобавок, нужно учитывать конкретные желания людей, ведь в зависимости от региона вкусы у жителей могут различаться. В общем, получился очень правдоподобный и интересный симулятор, который был интересен и захватывал с первых секунд. Но не только парком едином были заняты Bullfrog. Подготовив к выходу дополнение для Syndicate под названием American Revolt, разработчики предложили к прохождению 21 сложную миссию. Механика сохранилась, но новые задания явно прибавили в хардкорности. Более рассказать про дополнение нечего, так как во всем остальном он повторяет игру с 93-го года. Зато в 95-м наконец свершился итог сотрудничества Bullfrog и Electronic Arts. Последние уладили все бумажные дела, и с тех пор студия Питера Малинье стала собственностью игрового гиганта. Так объединились творческие мощи Bullfrog и материальная твердость EA. Этот тандем вскоре породит несколько культовых игр, о которых я расскажу совсем скоро. Так основываясь на движке Magic Captor, студия снова захотела всех удивить, но уже в новом и ранее чуждом для них жанре рейсинга. Однако именно работа на чужом поле и буквально спонтанное желание сделать игру, забив пробел в создании игр, отразились на High Octane не самым лучшим образом. Здесь нам предлагают выбор из шести транспортных средств на воздушной подушке, и также на какой из шести трасс устраивать гонку. Геймплей ведется от первого лица, но возможно и от третьего. И помимо неуклюжего управления и довольно скудной дальности прорисовки имеются бонусы. Щиты, пулеметы, ускорения и топлива призваны увеселить геймплей и справляются с этим на троечку. Однако в будущем разнообразие поправили, добавив несколько новых режимов, такие как гонка на выживание, сплитскрин и на время. Также очень хорош был мультиплеер на 8 человек, но по всем параметрам она проигрывала вайп-аут. Вскоре настало время выхода Magic Captor 2, на релизе которой настаивали Electronic Arts. В новой игре все было под властью законов сиквелов, всего хорошего добавить, а плохое исправить или убрать. Так большинство функциональных минусов было изъято, однако управление все равно оставалось на любителя. Графическая игра была еще совершенней, а дизайн локации волшебным и манящим. Саунд-дизайн также оставался на уровне, половина треков перекочевала из первой части, а половина были новыми и очень атмосферными. Добавили 15 новых заклинаний, 20 монстров и сделали все и всех соответственно очень различными. Так к некоторым монстрам появился еще более особый подход, а заклинания стали изощренней, однако не все были как-либо эффективны или полезны. Именно такие моменты не подняли планку игры, оставив ее на том же уровне. Это было первой из причин скорого изменения в судьбе Bullfrog. Интересным выдался следующий проект. Разработчики вернулись на знакомое поле стратегии, но опять же решили преобразовать геймплей. Перед игроком было несколько миров, в которых мы, играя за гуманоидов, строим базы, исследуем мир, убиваем неприятелей и в конечном итоге выращиваем разнообразную живность. Также нужно собирать растения, дабы тратить их на различные цели, типа кормежки определенным видом плотвы, животных для выполнения задач или расправы с определенными врагами. Графически игра достаточно красивая, а анимация юнитов плавная и интересная. Звуки – это отдельная тема. Взятые то ли из мультфильмов, то ли из чего-то еще, они придают игре какой-то нелепости и несерьезности. Так же, как и музыка. Соединившись воедино геймплей, мир, графика и звук делают игру уникальной и довольно заметной среди прочих серьезных РТС. Однако, она все-таки померкла в тени другой стратегии от своей же студии. Синдикейт Ворс стал квинтэссенцией идей, вобрав все лучшее из предыдущих двух игр и дополнив многими нюансами. Во-первых, стоит заметить, что новая игра делалась с нуля на модифицированном движке Magic Captor. А изометрический вид значил, что дальность прорисовки не имеет значения. Игра получила свежий сюжет, который продолжается спустя 95 лет после событий прошлой части. Новый вирус поражает граждан и отключает их от всеобщей сети, от чего те начинают восстание. В связи с переездом на новый движок, геймплей также получил преобразование. Он стал динамичным, более гибким и завязанным на управлении с клавиатурой и мыши сразу. От этого система тактики в реальном времени стала еще более интуитивно понятной. Арсенал пополнился и преобразовался, а также потерпел изменения в балансе. Кроме этого поменялись и противники, причем больше в плане интеллекта. Они стали умнее и смертоносней. Во всем остальном и миссии стали изобретательнее, и сюжет идет не только в начальной заставке, но и подает следы жизни по ходу игры. Музыка, как обычно, хорошая, как и графика. Может, на момент выхода игра была не столь популярна, но со временем она вылилась в одну из самых значимых игр тех лет. Казалось, это был потолок возможностей Bullfrog, но на самом деле они только разогревались. Со времен Populous 2 студия не выступала в жанре игр за бога. И вот теперь, наконец, вновь пришло время. Инициатором идеи Dengeon Keeper выступил Питер Малинье и на протяжении пары лет прорабатывал идею, пока остальная часть команды трудилась над заказами от EA. После выхода крайней игры вся студия с головой окунулась в работу над интересной стратегией. При представлении концепта и Electronic Arts директорам очень понравилась идея, и они пообещали провести хороший маркетинг. Релиз Dengeon Keeper поразил умы многих игроков своим особым очарованием и уникальным геймплеем. Играть за злодеев, а не за героев было в новинку. Причем игрок даже не был мелкой злобной тварью, а темным мастером подземелья, целью которого делать все для сохранения сердца того самого подземелья. Однако из мелких обязательств это, конечно, создание и обустройство комнат типа сокровищниц, берлок и прочих. Это делать жертвы монстров, дабы получить более мощных монстров и тому подобные дела. На самом деле, начальная стадия каждой миссии почти одна и та же. Развиться, построить все необходимое, а уж потом начинается выполнение конкретных задач уничтожение героических сил или победа над другими властелинами подземелья, как игрок. Средства достижения самые разные, и для всех них нужно золото, которое всегда можно обнаружить, если копать усерднее. Золото тратится, например, как мотивация к труду монстров и, разумеется, на постройку комнат. Под землей встречаются и разнообразные территории. Вода и лава почти идентичны, разве что последняя наносит повреждения, через них нужно строить мосты. Встречаются драгоценные камни, которые невозможно разрушить, но можно бесконечно добывать золото. Кроме всего, на краях комнат и скал строятся стены, которые дополнительно защищают территорию игрока от вражеских землекопов. Что же касается битвы, то помимо обычного наблюдения за дракой монстров, можно принимать в ней самое непосредственное участие. Мы вселяемся в одно из существ и способны драться его силами, а как все будет выполнено, вы станете настоящим властелином подземелья. Такая затея понравилась многим, да так, что игра стала вмиг культовой, уникальной и прародителем многих других игр со злодеем в главной роли. После издания Дэджин Кипер Electronic Arts стала настаивать на производстве сиквелов их старых игр, чему основатель студии Питер Малинье был не совсем доволен, так как лишался свободы творческой мысли. Потому в 1997 году Малинье покинул свою студию и основал новую и по-прежнему живую Lionhead Studios. А те, кто остался в Bullfrog, продолжили выполнять заказы Electronic Arts. Одним из них стало DEM Hospital, основанное на идее DEM Park. Основной идеей было создание очередного необычного симулятора ведения бизнеса. А выбор больницы в качестве объекта создания обусловлено большим выбором тех или иных последовательностей действий и зависимости. Разработка продолжалась недолго, ведь работали по накатанной и уже вскоре под конец 1997 года игра вышла в релиз. DEM Hospital стала иконой для всевозможных тайкунов и буквально создателем этого поджанра, вопреки раннему выходу DEM Park. Все в новой игре Bullfrog было уравновешено и сделано с умом. Основной целью игры значилось строительство и развитие первоклассной больницы. Для достижения всего этого нужно строить новые корпуса, нанимать рабочих и врачей. В общем, придется попотеть. Для начала строительства и спонтанно расставить кабинеты не выйдет. Здание не резиновое и посему грамотное размещение конкретных корпусов залог успешной больницы. Дабы клиенты больные не уставали, перебегая с одного кабинета в другой, нужно размещать их максимально логично. Разумеется, не стоит забывать о таких банальных вещах, как туалеты, журнальные стенды, сидений и прочие растения с кофемашинами. Конечно, каждому новому кабинету нужен персонал, а для найма нового доктора нужно иметь достаточно денег. Финансы повышаются за счет успешного лечения пациентов, потому развитие всегда идет постепенно и по мере возникновения проблем. И это уже не говоря о необходимости уборщиков и разномастных монтеров. Стоит упомянуть, что игра насквозь пропитана юмором и в основном смешными и далекими от реальности болезнями. В объединении всего сказанного мы получим действительно уникальный продукт с очевидными нововведениями, интересным сеттингом. Этот аспект разглядели еще в те времена, потому Them Hospital сразу стала очень популярна в широких кругах. Она была простой в освоении, приятная на глаз и слух, а знакомая для всех тема больницы только придавала популярности. Игра сразу вошла во многие топы и стала настоящим хитом. А на сегодня все. Присоединяйтесь ко мне в заключительной части истории о Булфрок посредством подписки на канал, ведь новое видео не заставит себя долго ждать. Ставьте щедрые лайки и рассказывайте друзьям. А с вами историю вспоминал Габриэл Ламберт и я не прощаюсь, лишь говорю до скорого.